По колено в сугробах Александр Цибульский предложил чиновникам выйти из кабинетов и проехать по дворам на Ридмара, чтобы лично оценить качество уборки снега. Жертва авиакатастрофы. В Архангельске скончался еще один пассажир рейса на Харуту. 868 тонн мяса в убойном весе. В Ненинском округе завершается кампания по заготовке оленины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны. Перечень тонизирующих веществ будет установлен правительством, уточняется в документе. Этот же закон запрещает с 1 января розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также продажу через торговые автоматы. По мнению активистов федерального проекта «Трезвая Россия», в Ненинском округе подобный закон нужно было ввести давно. Ведь в России выросло уже целое поколение молодежи, не представляющих своей жизни без слабоалкогольных напитков. Также молодежь, когда находится под воздействием вот этих вот алкоэнергетиков, они становятся агрессивными. То есть огромное число преступлений связано именно с тем, что молодежь находится под воздействием этих энергетиков. Также увеличивается рост сердечных судей заболеваний. И также хочется отметить, что большое число ранней смертности вот именно от этих вот алкоэнергетиков. Поводом для введения закона стали случаи массового отравления в Иркутской области в декабре 2016 года. Тогда в результате употребления косметического средства «Боярышник», содержащего метиловый спирт, погибли 78 человек. После этого 23 декабря 2016 года Роспотребнадзор ввел запрет на торговлю спиртосодержащими непищевыми жидкостями, который впоследствии несколько раз продлевался и действовал вплоть до 9 октября 2017 года. Александр Цибульский проверит качество уборки дворовых территорий. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа предложил мэру Наринмара Олегу Белаку проехать по дворам города и лично проконтролировать работу по уборке снега. Предложение главы региона последовало в ходе еженедельной планерки, когда чиновники докладывали о работе по уборке городских территорий от снега. Александр Цибульский поставил чиновникам неудовлетворительную оценку. В том, что город, улицы и дворы плохо убираются от снега, Александр Цибульский убедился лично в период новогодних праздников. Для этого даже не пришлось заходить во дворы. В снегу утопал центр города, отметил глава региона. Площадь перед мэрием 7 января вышла на пойти на крещенскую, на рождественскую службу. Ну и думал, горы по колено пройти невозможно. Олег Камович, ну это же центральная площадь, ну неужели нельзя ее убрать? Ну вот у нас в чем проблема? У нас чистый город, кто недорабатывает? Давайте вот поменяем людей. Во-первых, людей поменяли, во-вторых, сложилось, ну не хватает техники, да, то есть не хватало топлива, если честно. Вот объективная картина. Ну это в чем? Проблема в планировании? Почему ее не хватало? В технике, вот мы в прошлый раз с вами говорили, посмотрели, какая там есть сейчас современная хорошая техника, которая была бы, понимаешь, что мы не можем купить сразу там 100 единиц. Ну какие-то необходимые надо покупать постепенно, пока есть такая возможность. Давайте посмотрим, что нам необходимо. А для того, чтобы предметно обсудить существующую проблему, глава региона предложил Олегу Белаку выбраться из кабинета и своими глазами посмотреть результаты работы по уборке улицы дворов от снега. Давайте тогда в следующий понедельник перед оперативным совещанием вместе с Олегом Кановичем с вами просто выйдем и пройдем, посмотрим состояние дворов. Чтобы мы на следующем уже оперативном совещании могли обсудить это предметно, исходя из того, что мы увидим своими глазами. В свою очередь глава Наринмара Олег Белак отметил, что проблема уборки снега во дворах существует не только из-за недостаточного муниципального контроля, но также из-за управленческих ошибок прошлого. У нас межевание проведено в разное время, по-разному. То есть где-то дому принадлежит территорию. Я прекрасно это помню, я в этом спросил, какой будет результат вашего сообщения. Мы должны прийти к единой системе межевания, то есть дом должен быть с двором, и естественно, что мы за неделю такую работу не выполним, потому что эта полномочия, то есть мы сейчас пока что ее отладим, ну намерим хотя бы, что будем делать, а потом нужно прийти к единому пониманию, что входит в понятие дворовая территория. И тогда мы сможем требовать муниципальный контроль уборки машин, которые стоят, допустим, на газонах, и так далее, и так далее. То есть сейчас вот этого всего как комплекса не существует. Я так понимаю, что мы должны разработать, скажем так, дорожную карту и начать ее реализовывать. Я позволю себе не согласиться с вашим подходом, потому что проблема с оформлением земли, с оформлением домов и придомовой территории напрямую влияет на качество жизни наших граждан. И наши горожане не получают должного качества услуг из-за того, что мы, чиновники, совершили какие-то ошибки в межевании. И если мы сейчас будем... Поэтому я спросил, какой будет результат вашей встречи. Результат в виде дорожной карты и дальнейших планов по налаживанию вопросов в размежевании территорий никак не повлияет на качество жизни граждан. А нам надо сделать так, чтобы дворы убирались. И этот результат нужен нам сегодня, подытожил обсуждение Александр Цибульский. Поездка главы региона и представителей муниципальной власти на Янмаро по дворам окружной столицы запланирована на ближайший понедельник. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Сегодня скончался еще один пассажир самолета ТВС-2МС. Игорь Кириллов ушел из жизни в 13 часов в среду. Сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа. Напомню, самолет ТВС-2МС потерпел крушение в аэропорту Наринмара 19 декабря 2017 года. На борту находилось 11 пассажиров и два члена экипажа. В катастрофе погибли два взрослых пассажира и четырехлетний ребенок. Скончавшийся сегодня Игорь Кириллов стал четвертой жертвой трагедии. 23 декабря прошлого года Игорь Кириллов был направлен из Ненинской окружной больницы в Архангельскую областную клиническую больницу. По словам областных докторов, в результате катастрофы 32-летний пассажир получил тяжелые множественные травмы. Орханы Игоря Кириллова пройдут в Наринмаре. Организацией доставки груза 200 из Архангельска в Наринмар займутся специалисты профильного окружного департамента. В настоящее время в архангельских медицинских учреждениях проходит лечение шесть пострадавших в авиакатастрофе. Еще и двое находятся в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе перечислены выплаты. По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора Ненинского округа, из резервного фонда администрации региона перечислены 13 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Кроме окружных властей, материальную поддержку семьям оказали администрации Наринмара и Заполярного района. Они перечислили по 250 тысяч рублей семьям и погибших, и 200 тысяч рублей семьям пострадавших в результате трагедии. Депутаты окружного собрания разработают план мероприятий на наступающий тематический год. Напомню, в конце 2017 года временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Александр Цибульский объявил 2018 год в регионе годом оленеводства. Тема была определена путем народного голосования. На первом в новом году оперативном совещании депутаты регионального парламента обсудили вопрос о разработке плана мероприятий, приуроченных к году оленеводства. По мнению депутатов регионального парламента, развитие оленеводства остается главным условием сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, поддерживает остальные промыслы северных народов и нуждается в особой поддержке. Как отметили депутаты, в округе есть ряд проблем, требующих дополнительного изучения и проработки, в их числе дефицит квалифицированных кадров и отсутствие интереса молодежи из числа коренных и малочисленных народов к традиционному хозяйствованию, отсутствие современных мощностей по глубокой переработке продукции оленеводства. Также ежегодно возникает проблема незаконного отстрела оленей на территории Ненинского округа и Архангельской области. По итогам обсуждения парламентарии решили при формировании плана мероприятий пригласить к сотрудничеству и государственные, и общественные структуры для выявления вопросов, которые можно решить законодательно, в том числе и на федеральном уровне. В Ненинском округе завершается убойная кампания. По информации Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАУ, на сегодняшний день убой в регионе выполнен на 80%. Всего в оленеводческих хозяйствах заготовили 868 тонн 700 килограммов мяса в убойном весе. Для этого на убой было направлено 28 300 голов северных оленей. В целом убойная кампания проходит в плановом режиме и близится к завершению. На сегодняшний день убой проводят СПК «Ижимский оленевод» и кампания, СПК «Дружба народов» и СПК «Индига», а также ведется убой частного поголовья в целях реализации сельскому населению. В СПК «Рассвет севера» убой перенесен на конец января. Завершилась кампания на сегодня в СПК «Нарьянаты», СПК «Харп», СПК «Восход», СПК «Пути Лича», СПК «Красный Октябрь», ГУП «Нау» Ненинская промышленная компания, СПК «РК Заполярье», СПК «Кобхоз Ерф», СПК «Ненинская община Канин». По информации профильного департамента, с учетом физического состояния оленей и неблагоприятных погодных условий для подгона оленей к убойным пунктам, ряд хозяйств в этом сезоне скорректировали свои плановые показатели на убой в сторону уменьшения количества оленей. В некоторых хозяйствах упитанность оленей несколько ниже обычных показателей, поэтому плановые объемы заготовки продукции были также уменьшены. Как пояснили в одном из основных мясоперерабатывающих предприятий округа, Акционерном обществе мясопродукты, снижение объема в заготовке оленина не должно повлиять на работу мясокомбината. Предприятие планирует закупить необходимые объемы за счет дополнительных поставщиков, частных хозяйств. Кроме того, на начало вывоза сырья с убойных пунктов в рамках текущей кампании в холодильниках мясокомбината остается еще 100 тонн оленина с прошлого убоя. Таким образом, жители региона будут обеспечены полным ассортиментом продукции из оленина местного производства в течение этого года. Смотрите далее в нашем выпуске. Новогодние сюрпризы. Студия мебели «Клевер» провела для своих клиентов розыгрыш ценных призов. На финансовую поддержку окружных предпринимателей в 2018 году в бюджете Ненецкого округа предусмотрено 28,5 млн. рублей. Средство планируется направить на три конкурса грантов для поддержки стартапов и два отбора для предоставления субсидий на модернизацию производства. Первый конкурс грантов для начинающих предпринимателей запланирован на март, еще два – на май и сентябрь. Соискатели уже сейчас могут обращаться в Центр развития бизнеса округа за консультациями и помощью в подготовке бизнес-планов и прочей документации. Максимальная сумма гранта составляет 500 тыс. рублей. В отдельных случаях сумма может возрасти до 1 млн. рублей. Заявки на компенсацию затрат в связи с приобретением нового оборудования начнут принимать в апреле. Этот вид субсидий распространяется на конкурсной основе. Сумма субсидий до 1 млн. рублей. Она позволяет возместить до 60% расходов. В течение всего года без конкурса от представителей бизнеса принимаются заявки еще на ряд субсидий. На приобретение сырья и материалов для народных традиционных промыслов, на уплату процентов по кредитным договорам или договорам лизинга, на развитие групп по присмотру и уходу за детьми до школьного возраста, на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров. Всего на гранты и субсидии в казне региона заложено 18,5 млн. рублей. Еще 10 млн. рублей предусмотрено на микрозаймы. Микрофинансовые услуги на льготных условиях субъекта малого и среднего бизнеса оказывает Центр развития бизнеса Нинецкого округа. Также в 2018 году Нинецкий округ планирует привлечь федеральные средства на развитие инфраструктуры, поддержки бизнеса и на содействие молодежному предпринимательству. Сотрудниками полиции по горячим следам раскрыто хищение около 500 литров дизельного топлива. Преступление произошло в селе Оксино накануне Нового года. Благодаря действиям полиции и сотрудникам склада горюче-смазочных материалов местного ЖКУ, откуда и было похищено дизтопливо, удалось быстро найти преступников. Ими оказались двое жителей Наринмара. Сотрудниками полиции установлены личности злоумышленников, совершивших хищение топлива. Ими стали жители Наринмара 89-го года рождения, которые, воспользовавшись санями со снегоходом и с емкостями различных объемов, наполнили их из резервуаров и направились в сторону города Наринмара. Но благодаря смелым действиям участкового полномочного полиции капитана полиции Сергея Павлова совместно с заявителем данные граждане были задержаны. Полицейскими уже возбуждено уголовное дело по статье 158 кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Новогодние сюрпризы для любимых покупателей студия мебели «Клевер» провела для своих клиентов розыгрыш ценных призов. Пять победителей из 73-х человек выбрали путем генератора случайных чисел. О тех, кому повезло, расскажет Любовь Пермякова. Для пятерых счастливчиков из Наринмара новогодние сюрпризы все еще продолжаются. Розыгрыш ценных призов для своих клиентов приготовила студия корпусной мебели «Клевер». Акцию мы начали с 10 июля 2017 года. И все клиенты, которые заключали договора, мы клеили специальные наклейки с порядковыми номерами и они становились участниками розыгрыша. Значит, розыгрыш у нас был проведен 30 декабря, то есть все клиенты, заключающие договора, включительно, они участвовали в этом розыгрыше. В итоге у нас получилось 73 человека, которые участвовали. И 30 декабря мы с помощью генератора случайных чисел выбрали 5 чисел и вот как раз вот этих победителей, которые были приглашены сегодня уже конкретно определить, кто с какими призами уйдет домой. Робот-пылесос, мультиварка, блендер и хорошие скидки на следующие заказы. В итоге один из этих призов выиграла многодетная мама Надежда Дудник. На лотерею женщина пришла с группой поддержки двумя сыновьями-близнецами и с дочкой. Робот-пылесос. Поздравляем. Спасибо. Это ваше. По словам Надежды Дудник, ценный подарок робот-пылесос станет надежным помощником в большой семье. Да, очень, кстати, да. Вообще новогодний такой подарок. Не ожидали, да. Хоть в штурм-то где-то повезло. Никогда не выигрывала. Скажите, что в клевере заказывали? Мы заказывали кухню. И как вот по качеству? Хорошо понравилось. Мы уже и шкафы у них заказывали, и по телевизор, полки. Хорошо. Ребята хорошо, аккуратно собирает. Молодцы. Действительно, за десятилетнюю историю студия «Клевер» заработала хорошую репутацию. На счету организации сотни выполненных заказов от простых до эксклюзивных предметов интерьера. В современном, классическом стиле, а также хай-тек и модерн. Кухни, гостиные, шкафы-купе, детские стенки, столы, стеллажи, полки, кровати и многое другое. Дизайн будущей мебели выбирает сам клиент. Здесь мы уже делаем именно под вас мебель, чтобы вам было удобно. Сколько вам нужно полок, сколько вам нужно ящиков, какой цвет вы хотите выбрать, какие размеры. Это все мы делаем конкретно именно для вас. Устанавливая на протяжении нескольких лет мебель по индивидуальным заказам, сотрудники студии «Клевер» заслужили доверие у жителей округа, наработали богатую клиентскую базу. И сегодняшний розыгрыш – это еще один повод поблагодарить их за выбор и в очередной раз прислушаться к пожеланиям покупателей. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это были основные события уходящего дня. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.